Школьная система к началу нового учебного года будет готова. И сомнений в этом нет. Так губернатор оценивает предсентябрьскую ситуацию в регионе. В понедельник Павел Коньков посетил 44-ю Ивановскую гимназию в Сухово-Дерябихском микрорайоне. Она уже прошла все необходимые проверки и принята без замечаний. У остальных образовательных учреждений к ним относятся не только школы, но и детские сады, частные заведения. Серьезных проблем также не возникнет, поясняет профильный департамент. Мы уже к 18-20 августа должны доложить на федеральный уровень о том, насколько образовательные учреждения наши готовы. Если говорить о школах, они принимаются в первую очередь. Показатель приемки школ на пятницу, опять же повторюсь, был 46%. То есть из 274 школ 147 уже приняты. Ну и вот сегодня и завтра решающие дни, когда, я думаю, уже порядка 80-90% школ предъявленных приемки будут приняты. С каждым годом число первоклашек в Ивановской области увеличивается на 200-300 человек. 1 сентября эта гимназия откроет 7 первых классов. В 2016-м было столько же. Бэби-бум омрачает нехватка педагогов начального звена. 21 класс-комплект, если иметь в виду начальную школу. В штате сейчас находится 19 педагогов, двоих не хватает. Ученики 9 классов будут обучаться во вторую смену. Педагоги поясняют, для реализации госстандартов нужна еще и внеучебная деятельность, что при двухсменке просто невозможно. Чтобы все учились в одно время, гимназии требуется дополнительно минимум 229 мест. Губернатор о проблеме знает. До недавних пор у нее было целых два варианта решения. Один из них – это было социальное обременение СУ-155 строительства в микрорайоне Рождественской. Придется сегодня на этом крест ставить. И существует пока только эскизный проект делать пристройку к этой школе. То, что строить надо обязательно, это решение мной принято окончательно. И сегодня дано поручение вырабатывать решение. Остается определиться, что это будет – пристройка к гимназии или еще одна школа. Расширение уже существующего учреждения – вариант более экономичный. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.